...машина Тюринга на пункт X дает тюринга? Конечно, ведь когда машина Тюринга, она ничего бесконечного... Ну, есть бесконечная лента, правда, но ясно, что она, так сказать, фактически конечная. Да, ну так, да. Философы как-то знают, в чем разница между этим. Но можно просто рассказать, что он приклеивает новый квадратик по вере на ду, то есть и там нет ничего бесконечного, чтобы не связываться с этим. Но, скажем так, я догадываюсь, но где? Ну, это я догадываюсь. Я догадываюсь, а вопрос в том, вот, видят ли другие граждане проблемы. Нет, ну, ты, наверное, имеешь в виду проблемное решение. Нет, надо смеяться. У нас, конечно, некоторые разумения оказываются синтаксическими, а некоторые семантическими. В том смысле из того, что... Нет, это ты к чему? Ну, то есть когда мы начнем записывать... Да, вот где-то трудности. ...доказательство, и за это вместе придется проследить, чтобы, когда мы перебираем доказательства, проверяем на то, что с формальной синтактической точки зрения это хорошее доказательство... Да. ...не забыть доказательства, если что-то с формальностью записано как доказанное неким синтактически хорошим доказательством, то это действительно верно. Нет, кто-нибудь понял, что Миша имеет в виду? Ну, это надо сказать, что все, что у нас доказательство, оно не всегда верно. Надо в видеобиде доказательства. Вот так можно? Нет, значит, а... Это сейчас не вирус, что это про первый тезис или про второй, то есть она не попадает под первую категорию, или что наша под первую она попадает, но доказательства слова по себе используют нечто бесконечное. Нет, я хочу едко заметить, что Лев, если и произвел революцию на первом курсе, то она как-то не завершена. Нет, 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 нет. Первонентная революция... Да-да-да, нет, нет, но... Нет, может быть, если, так сказать, это будет способствовать углублению и разбитию первонентной революции на первом курсе, это обсуждение тоже будет очень хорошо. Сейчас, скажите кто-нибудь, какие, какие вы видите трудности тут? Там, ну, Миша, можешь ты что-нибудь сказать о меня? Где тут, где тут это самое? Нет, ну хорошо, если вы, если вы не это самое, не слушали в верхней половой на первом курсе, то можно обратиться к другому источнику, вот как, я бы сказал, что ошибку в этом рассуждении на нее еще указывал Пилат, задавая разные вопросы. Что он спрашивал? Он правильно указал самое сложное место в этом рассуждении. Мы тоже не читали. Ну, хорошо, тогда я могу сказать, что сложность на самом деле в этом месте. Что такое доказуемая формула? Мы вполне можем сказать в арифметике. Доказуемая, это означает, что там есть вывод, который там то и сё. Что такое истинная формула? Мы в арифметике сказать не можем. Нет, вместо этого можно много чего сказать, но это будет другое. Нет, можно сказать, а, ну, а, ну, тем не так, а, когда, тогда... Ну, я хочу заявить, что Миша Андреев как раз и решение предложил. Нет, я не знаю, это не совсем пока истинная форма. Но какое-то решение мы ограничили. То есть, если на это получим и не доказуем на отрицание? Нет, 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 вот это не будем изменять определение истинности. Вот на самом деле дело очень тонкое, потому что, хорошо, вот когда мы доказываем в диарему, я не знаю, там, любое утверждение, существование двух чисел наибольшего общего делителя, то мы как бы доказываем в истинность? И, значит, что же мы все-таки рассуждаем об истинности? Сейчас, ну, надо честно сказать, что это утверждение не только доказать в их метке нельзя, но даже сформулировать его, естественно, можно, но невозможно. Истинность формулы невозможно сформулировать... Вот доказуемость возможно, а истинность нет. Потому что истинность доказуемость. Говорим о том, что она истина в настоящих натуральных числах как бы. Что вот, когда мы говорим о модели об истинности, мы используем понятие всего натурального ряда целиком. И там вот нельзя сказать никак, что... Ну, на самом деле, это теорема Танцкого существует, которая говорит, что множество всех формул, которые истинны, множество истинных формул, оно не арифметическое. Не выразимо в арифметике. Нельзя написать такую формулу, там, 2, M, которая была бы с одной теременной M, которая была бы истинна. Тогда и тогда, когда M-ная формула есть. Так что это всё-таки ещё опять истинность? А можно её просто взять... Ну, как бы замотал вопрос. Это состоялся на определение истинности, которую он не дал. Нет. А что такое истинность, мы понимаем, если мы не ограничиваем себя искусственной арифметикой. Если мы, владеющие понятием множества, прекрасно знаем, что такое истинность. Мы определяем истинность формулы с преданным значением... Здесь совершенно разное понятие. Если не будет меньше. Ну, годится любое. Такая простая вещь, нам годится любое. То есть, если мы рассуждаем, как бы, в полную силу, понимая, что такое множество, то тогда ещё такое истинное понятное, теорема та, что понятно, как формулируется, её даже можно доказать. Но, скажем, если мы хотим делать только хроничные утверждения, то теорему та, что он нельзя не доказать, не стать формулированной, потому что в ней есть, потом, новостью истинных флот. Поэтому... То есть, она сама доказывает, что истинность формулирует поясню. Ну, да, да. Ну, вот тут такая, значит, есть деликатные разные моменты. Вот. Ну, хорошо. Значит, теперь задача стоит в том, что, тем не менее, из этого, чтобы двигаться дальше, нам из этого надо извлечь некоторое арифметическое утверждение, то есть утверждение о конечном, которое было бы, возможно, таким образом... После этого можно было бы дальше использовать. Для этого, из этого доказательства, нужно, как правильно уже начал Миша, попытаться извести понятие об истинности. Вот. И что при этом получится? Такое, что мы на самом деле можем доказать? Что есть утверждение, что мы будем доказывать и самоутверждение его отрицания, либо и действие утверждения, которое мы будем доказывать, что не его, не его отрицание. Есть утверждение, которое доказывает со своими отрицаниями. Ну, почему это вы так как-то... Нет. Значит, вообще-то, в принципе, я не очень понимаю, как вы отсюда это извлекли. Ну, что думаете? У вас есть по-абстракту, вот, конкретно про утверждение. Вот пусть цена равна тому самому миллиону, в который мы поверили. Что можно доказать? Что если утверждение, сложность какого-то числа, сложность какого-то слова, больше или равна миллиону, доказуемо, то что? То доказуемо его отрицание. Ну, если оно доказуемо и доказуемо отрицание, то доказуемо противоречие. Поэтому не надо особенно. То арифметика противоречива. Чего? Ну, ладно, это тоже можно записать, внешнеконечные слова. Сейчас, что-то там на радио рога, как-то не ясно. Ну, арифметика противоречива. Значит, то, что арифметика противоречива, это тоже очень записать, но это в гиперре, совсем просто. И это вообще как бы не валит ничего в истинности. Это и потому, что есть некоторый выбор формулы, которая там 0 равно 1. Вот теперь у нас нет, просто совершенно нет ничего бесконечного. У нас есть какое-то, даже совершенно конкретное число. И мы говорим, что если какое-то утверждение про какое-то конкретное слово можно доказать, то тогда арифметика противоречива. Слово – это же констант. Нет. Если утверждение про конкретное слово можно... Нет. В нашей формировке никого конкретного слова не указано. То есть, вот 10-6 – это конкретное 10-6, а слово я никого не пишу. Да, напиши. Если существует такой х, что утверждает? Если существует х такое, что утверждение доказано, то тогда арифметика противоречиващима. А что-то мешает поставить еще в качестве существования по n, или от что-то нехорошее, то он лучше так. Нет. Нам можно было написать, что существует такое n. Что, если там это самое? Ну, можно написать. n действительно можно сделать. Да. Раз в нашем рассуждении n было конкретно, зачем же нам терять достигнутое, пусть уж так сказать, будет n в конкретном. А почему мы можем конкретно x? Сначала мы вообще должны это доказать. То есть вот у нас здесь есть такой вариант, такой кастрированный вариант нашей теоремы, у нас нет ничего истинного, мы теперь рассуждаем только о конечном, о числах, натуральных выводах, что-то хуистость не знаем. Тем не менее, предполагается, что мы каким-то образом это рассуждение можем модифицировать так, чтобы это доказать. Ну что, Миш, можешь попробовать? Да. Да, пожалуйста. Пусть есть такой x, для которого она доказуема. Тогда доказуема, опять, что ка от x не правосуден, там, z вызвал ка и z. Пусть есть такой x, при котором вот доказуема ка от x больше 10. Что это доказуемо? Когда доказуема, то, что ка, тогда возьмем вот x 10 в 6 число, у нас есть он, в нынешнем способе построить число x 10 в 6. Не понял, значит, x 10 в 6? x с индексом 10 в 6. Нет, тогда, отсюда следует, что тогда программа поиска, но программа поиска дает на выходе. Поиск, начав с 10 в 6, оттанавливается. Заметьте, что у нас сейчас нет никакой истинности, ничего, но программа оттанавливается. и дает некоторое число, которое назовем n там 10 в 6. Вот и x. x 10 в 6, да. Вот. Дальше у нас есть доказуемый теорема, что x, потому что сложность от x 10 в 6 не проходит с n плюс логарифм от 10 в 6. Да. Теперь, раз программа останавливается, мы можем, тогда можно доказать, доказуемо, что сложность этой, результаты этой программы, вот этого числа, она меньше либо равна там а. Грубо говоря, там логарифм это 10 в 6, плюс длина этой программы, но там вот чего-то меньшего, я не знаю, 10 в 5. Просто потому что совершенно не важно, что делать от этой программы, чего она делает, но если программа дает это x, значит, сложность этой программы не больше, длины, сложность этого x не больше, чем длина программы. Ну и доказуемо, что вот k и 10 в 6, наоборот, больше парадачи, 10 в 6, 2 в 8. Да. Теперь вот еще вот еще есть момент, доказуемо или меньше, вот тут есть две вещи, что сложность меньше, это это, что сложность меньше 10 в 5, но доказуемо ли я? Вот смотрите, эта программа нам даст число сложности больше, чем, меньше, равно чем 10 в 5. Но чтобы получить противоречие, нам нужно знать, что это доказуемо, потому что если это доказуемо, а также по предположению доказуемо, что она больше 10 в 6, то у нас получит, не получится противоречие. Но если у нас просто вот m сложность меньше, чем 10 в 5, то противоречие не получится. Ну ладно, и горка на которую? Давайте с вами разговаривать, давайте так поговорим на раздруге. Хорошо. Можно устраиваемся. Эй, не важно, давайте просто просмотрим, мы можем написать, что такое число является... Мы можем доказать, что в лагере этого числа не больше, чем что то. Можем написать и доказать, если это так. Потому что... Да. Вот, 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 вот. Утверждение о том, что сложность какого-то числа не больше, чем что-то, если оно верно, то оно доказано. Да, потому что просто есть пример. Потому что, если оно верно, это означает, что есть такая конкретная программа, которая печатает, имеет длину меньше, чем 10 лет, и печатает это число. У этого есть конкретно, как бы работает программа. Ну, хуже или лучше, чем иначе, но тут как бы... Если тут это абсолютно конечное, поэтому можем воспользоваться таилитическим номер 2, и в работе программы, которая печатает это число, нет ничего бесконечного. А поэтому, если я истинно... Ой, тут я не... Если я доказую. Если я не могу истинно. Если я применю, то этот факт доказую. Сейчас, да, Санченко, ты вот сейчас начинаешь уже людей пулькать. Раньше мы понимали, что мы сейчас рассуждаем, вообще не заботясь о том, не ограничиваясь о рамках на арифметике. Вот так я понял Мишу. Вы начали рассказывать, даже на канале, но не заботясь о том, внутри какой теории это догадывает. Поэтому смело может быть слово «истина», и ты можешь повторять смело слово «истина». Да, но важно, что все, что не истинно, то это значит... Может быть, ты потом в будущем скажешь, что все наши рассуждения на самом деле... Хорошо, ладно, но тем не менее нам нужно сказать, что этот шаг нам нужен. Программа поиска на час устанавливается, но отсюда мы должны увидеть, что это доказует. Да, сначала мы говорим, что это верно. Что это верно, а потом все, что верно, все, что верно. И следом, если доказует вот это верно, то тогда арифметика противоречия. Вот такой вот конечный урезанный вариант. Да, но тут у нас сейчас курс, где я никогда не изменился, был бы с руками дополнительно плохой, чтобы сказать, что доказует... Вот это как сила математической логики, что наиболее удивительные вещи получаются путем такого размахивания руками и медитации, что в сущности мы же не выходили за рамки теории такой-то, говорим о тематической логике. Главное, ничего не надо... Почему это верно? Надо на самом деле проверять, что наше мнение, почему это верно, можно формально записывать. Вот от чего сам фактор из записи будет тогда... Вот... То есть, ну... Но вот это надо и надо хорошо проверять, а не плохой руками. Но дело в том, чтобы проверять, как ты тоже не можешь проверять, вот что ты конкретно будешь делать, чтобы проверять. Так как-то не ясно. Это тоже сводит к какому-то такому медитации и пониманию, что ничего страшного не было. Ну, на самом деле мы сослались на некоторую теорему, которую мы так решили не формулировать, а задумывать конкретным примером. Да, но как бы мы ее могли сформулировать, если бы не хотели бы развуалировать? Но если бы хотели, то если у нас есть какой-то факт о принадлежности числа к перечислимому множеству, и этот факт верный, то он доказывает его решение. Да, но если мы хотели бы действовать честно, то надо было бы сказать, что значит факт о принадлежности к перечислимому множеству. У нас много формул, которые записывают обстоятельства, поэтому если мы начинаем... А сигма-1 формулу. Да, сигма-1 формулу, то есть, знаете, с ограниченными квантерами, с ограниченными квантерами. Ну, то есть, вот тут уже... Я не знаю, сейчас бывает какой-нибудь спецкурс, где про это все можно узнать и проникнуться? Или наши касседры не... Ну, вообще-то бывает спецкурс. Ну, Евозко читают. Вопросы в этом году? Ну, вот мы с Евозко читаем на базе спецкурс. Правда, там это так немножко быстро. Ну, немножко быстро, а сейчас немножко быстро нет. Это чуть медленнее. В общем, тут есть... Есть, 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 это всегда вот... Некоторые особенности в виде шеволики, которые отличают ее от разных других путь-мазичей. Ну, вот, что есть элемент такого, чтобы сначала такое рассуждать, а потом вдруг говорим о формулы, да? Она содержится, на самом деле, в конспектах лекции на первом курсе, вот. Которые, однако, там никогда толком не читались, как до конца, но в конспектах это есть. Да. Ну, да. Но если конспекты никогда никем до конца не читали, тогда это факт. Факт? Нет, да. Хорошо. Не читались, не читались. Значит, давайте, давайте, ладно, значит, кто считает, что он вот хотя бы, так сказать, кто может, ну, более или менее, но ты понял, что здесь происходит. Вот я, да, так, да. Сейчас, ну, а может быть, вы можете спросить, чего вы? Мне нужно еще комментировать. Да, ну это, конечно, ничто не может заменить в виде танцы, нет, это я вас очень понимаю. Хорошо, давайте это так, ладно, те, кто понял, я попытаюсь их сбить в стол. Ну, как же так, я сейчас вам докажу, докажу, что существует их сложности больше, чем 10 в шестой. Догадать-то очень простое. У нас имеется программ длины 1, у нас имеется 2, программ длины 0 имеется 1, программ длины 10 в шестой имеется вот столько. Следовательно, у нас существует всего столько слов, которые имеют сложности меньше, чем 10 в шестой. Следовательно, если мы рассмотрим такое число, ну, скажем, минус 1, и это меньше, чем 20, или 10 в шестой. Поэтому слово просто длины 10 в шестой у нас больше, чем таких коротких программ. Следовательно, одно из этих слов имеется в виду больше 10 в шестой. Вот мы и доказали, и ничего, ничего не так, бесконечно не говорили. Да, 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 у тебя правильно говорят, что это скобки не растаяло. Раньше они были, а потом текстёр приспугивался. И подчеркнул сам. А в чём, в чём ванне обман трудящихся? Обман трудящихся, что раньше было написано в алтаре. Да, существует такое х, при котором про это х можно доказать, что оно больше 10 в шестой. А сейчас я путём нехитрой манипуляции заменил это на то, что утверждение о том, что существует такое х, что это больше равно 10 в шестой, что вот это утверждение доказали. Ну, так-то похоже, но тут более... Нет, нет, ну там есть отдельный... Нет, это тоже бывает, что изучается какая длина вывода. Допустим, что мы можем доказать а от н для любого ответственного и, вероятно, длина вывода ограничена чем-то. Следует ли отсюда, что мы можем выяснить для всех, кто от пиксит... Вот это отдельно, вот это ближе к тому равномерному. Как-то вы говорите, но не важно. Хорошо, кто считает, что он понимает, в чём разница между этим и этим, и как одно может быть верно, а другое неверно? Вот это, пожалуй, самое главное. Так. Ну, ладно. Хорошо. Теперь, значит, давайте запишем, что же мы доказали. Мы доказали в результате всего этого. Вот мы сейчас, мы просто пойдём во второй теореме Кёнделя. И для этого давайте введём какие-нибудь обозначения. Давайте вот стандартное обозначение, что не противоречивость эрихмитики, обозначается так. От слова консистенция, совместность. Но мы не будем писать, чего у нас там в эрихмитике. Ну и вообще у нас есть такой предтихат «доказуемо» там, «пруглогл». Ну давай ещё просто. Трв. А. Аккул. Аккул. Аккул пишите, что такое «пруглогл». Например, как записать консистенция в терминах «пруглогл». Как это надо написать? Что означает формула консистенция? Значит, что это? Доказуемый х. Немерний, не доказуемый х. Доказуемый х. Ну, можно ещё проще. Что формула 0 равно 1 не доказуема. Ну, потому что если доказуемый х, то доказуемо всё что угодно. Значит, что же мы доказали в итоге всего этого рассмотрения? Мы доказали, что вот это самое, там, 10 шестой. Ну, давайте, я всегда буду писать х, но имеется в виду, что это совершенно конкретное число всюду. Оно никогда не будет переменным. Значит, мы доказали, что если существует такое х, слово длинное, что доказуемо, а, как х больше либо равно 1, то не арифметика противничества. А зачем ограничительное условие «никс» и какую-то отсутствие? А для того, чтобы загнать? Ну, это более сильное ограничительное. А, ну так, да. Значит, а... Сейчас, зачем нам ограничительное условие? И зачем так? А, нет, здесь я это рядом написал. А вот так? Да. Существует так, что 10 для них это более сильное просто утвердение. Не, ну поставь, возьми всё, вот скобку, всю посылку. Да, да. Что если существует такое х, если, что вот это доказуемо, то тогда арифметика противничества. Но, между тем, вот это и это можно доказать. В частности, вот это я вам не могу написать там. Правда. Вот здесь вот и скрыто главное размахивание руками, что вот это можно доказать. Да, да. Но оно там ведь разлито вовсюду, так это размахивание. Нет, нет. Вот этому и посвящён. Например, второй том более-менее, Гидзер и Бернасс, вот доказанный вот это всё, что это доказуемо. Нет, он посвящён инициации слушателей, которые к концу этого тома начинают и понимают, что так это должно быть. Нет, нельзя сказать, что это посвящён доказательству этого, потому что само написание этого уже требует инициации, медитации и прочее. Что? То есть, там нет формального доказательства? Нет. Мы не можем рассказать, чего там есть доказательства. Не, в общем. Нет, я вам не сказал утверждение. Что людей, которые это не читали, наверное, нету просто. Ну, кто может сказать? Нет, нет, нет. Я могу твёрдо сказать просто из соображений очевидности, что нету, там нет, там формула Хансис там внутри не написана. Вот это я убеждён. Что, 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 что? Что в Гильберте и Бернате нет ни на какой странице формула, которая была подозрена формула Хансис. Она конкурная. Ну, конкурная. Я думаю, что нет такой. Ну, начнём с того, что там немножко другая пара. Другая пара. Другая пара нет. То есть формула Хансис нету. Ну, это надо, как у нас проверить. Я, например, так сразу не говорю. Заявительных игр там нет, но... Принято считать, что она там есть? Там использовано сокращение, там... Скажу так, даже у Пёделя, у него статья с формулой есть. Так что это трудно. Как это так есть? Там написано нечто, что её как бы обозначает. Так это и у нас написано нечто, что её... Нет, там написано формула Хансис. Я вновь. Запрограммирована формула Хансис. Просто вот так... Термин примитивно-рекурсивный. Там написано примитивно-рекурсивная функция, которая... Что там и сложение, и там и подслово, там всё... Вот это... Явно, как переводить примитивно-рекурсивные функции в арифметический формул. Да, ну хорошо, это надо проверить, но... Но... Не важно. Хорошо. А что я хотел объяснить? Что доказать? Что существует Х. Уже здесь надо написать длины N. Что сложность Х больше R. Вот это вот доказать. Больше равно. Да, больше равно. И вот, значит, если вы понимаете, что в этом нет противоречия, то мы можем двигаться дальше. И там даже не так много осталось. Вот если... Главную трудность мы уже преодолели. А если мы не понимаем, откуда здесь вообще будут противоречия, что вы меня утверждите? Что утверждает еще? Нет, утверждает, что, во-первых, вот это верно. Вот даже вот два утверждения, которые можно доказать в арифметике. Ну, первое, что вот если какие-то большие числа имеют доказуемую... Если какие-то слова имеют доказуемую большую сложность, то арифметика противовлечит. Арифметика противовлечит? Да, 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 нет. Я просто записал его с помощью обозначения. Это рассуждение, которое было вот здесь. Что если у нас слова длины... Слов длины... Всего у нас два в степени слов длинные. Из них программ длины один может быть только у них. Программ длины два у четырех. Программ длины два в степени N-1. N-1 может быть два в степени N-1. И это меньше, чем 20 в степени N. Поэтому одно из слов, естественно, не обслуживается. Слушайте, ну это очевидно просто, что не могут ли все слова длины N, иметь более короткие программы, а программ не хватит просто. А, я думаю, что ты чего-то не то хочешь спросить на это. Слушивчивость нельзя доказать. Недоказуемо – это самая непротивореченность. Противореченность. При этом вторая цена Роман Гордаль. При этом она совершенно конечная. Тут нет правительственности, тут не говорится ни в словах. А говорит, что если что-то такое там, из какой-то формулы вывести, что факт, что если там нельзя вывести противоречия, то другое формулу нельзя доказать. Тут тоже что-то. Саш, ну ты вот опять хочешь спуститься на арифметический уровень и сказать, что мы действительно это собираемся... ...доказывать, сужая себя искусственной арифметикой, да? Ну хорошо. Нет, дело в том, что нам все время надо подниматься и спускаться на эту ступеньку. Поэтому здесь мы сделали лишний шаг внутрь. Правильно у Коли говорил. Да. Вторая теория Роман Гордаль – это содержательное утверждение. Его можно формализовать в ПА, но нам не обязательно сейчас заниматься... Не обязательно. Но это нам не поможет. Потому что если у нас есть трудности с формализацией этого ПА, то у нас будут трудности и содержательное утверждение, потому что оно внутри нужно. Ну сейчас, 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 сейчас я это возьму. Вот. Для этого, значит, число n мы уже фиксировали и давайте, значит, его... Ведем еще одно число. Ну не число, а введем такое обозначение, которое мы тоже будем обозначать, допустим, буквой n. Но это не, 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 не есть конкретное число, а это невзряда обозначение. Что это количество программ, количество слов сложности, а длины n сложности больше либо равной n. Вот количество таких вот, не сжимаемых, хлопленных. Вот у нас есть некоторое, такое число. Значит, теперь, как можно сформулировать вторую? Вторую. И что мы здесь доказали? Да, мы доказали, что такое слово существует. Значит, мы уже знаем, что n у нас больше, ну, больше равно 1. То вот такое слово есть. И это почему доказуемо? И это доказуемо. Это конечный факт. Он ни о чем бесконечном не говорит. Вот, а нет, ну, когда мы говорим о количестве слов, это тоже у него запись, что так сказать. Там, ну, это надо аккуратно записывать. Поскольку здесь ничего бесконечного нет, счет в пределах конечного числа, это тоже конечное действие. То есть мы это доказали. Вот. То есть это, как вот, считаешь доказанным. Теперь я хочу доказать m2. m2 говорит, ну, как вы можете догадаться, что m больше или равно 2. Но! Но! Если m больше равно 1, наверное. Нет, если m больше равно 1, мы уже доказали, поэтому нам не нужно это указывать специальные условия. Но, если теория арифметика не противоречива, ну, давайте напишем для большей ясности, напишем, ну, так, чтобы улучшить бонус 2. То есть арифметика не противоречива, то m больше 1. Арифметика не противоречива. Нет, 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 нет. Если арифметика противоречива, то не все верно. Если она противоречива, то все доказуемо. То есть сейчас это утверждение не в арифметике? Почему? В арифметике. И левая, и правая часть это утверждение о конечных объектах. Сейчас есть у обе левых доказуемых урифметики? Да. И левых доказуемых урифметики. То есть так, если списать короче, то лучше регулярно ставить? Ну, может и что. Может и что. Но, значит, нет, я что вам хочу ставить? Я не понимаю, ну секунду. Если два противоречива, то доказуемо, что из формулы 0 равно 1, доказуемо. С формулы 0 равно 1, но можно доказать, что им больше 1. Доказуемо? Нет. Доказуемо, что им больше 1. Но, на самом деле, это противоречиво. Сейчас же ты тут тоже напишешь, что это доказуемо? Я напишу вот так. Ну? Так, пожалуйста. Но там нет рефлексии. Не можно сказать, что если я это доказала, Лавдий Буговский, если это не правильно? Нет. У нас это логика классическая. Логика совершенно классическая. Но такой логики нет, а к чему? Да, это доказуемо больше 1. Я это привыче на доказуемое. Доказуемое. А что ты хочешь сказать про доказуемое? Скажи. Я хочу сказать, что доказуемое больше 1. Доказуемое больше 1? Так. А мы можем объяснить? Сейчас мы добавим, так сказать. Предполагаем ту лену, которая... Да, сейчас меня в нас хотят выйти на чистую воду. И говорят, что если эта ляма доказана, то можно просто доказать, что я правда 1, но здесь а не так подходит. Что я больше 1 и вадим. Хорошо. Хорошо, давайте рассмотрим, значит, будет предполагать противоречивостью их вести. Нет, рассмотрим случай один. Арифметика противоречивая. Прекрасно. В таком случае, это просто определение, означает, что доказуемо 0 равно 1. Да. Доказуемо 0 равно 1. Прекрасно. Да. Но из 0 равно 1 следует М больше 1. Да. Кроме того, из 0 равно 1 следует, что М больше 1. То есть, мы получили, что выводим, а что М больше 1. Да. То есть, мы видим, что из консис следует, что М больше 1, а из неконсис следует, что доказуемо, а что М больше 1. Вот, не стрелка никакого мужчины. Мы же, мы в никакой момент предположили, что доказуемо 0 равно 1, мы же не предположили, что это верно. Прекрасно, что М доказуемо. И из этого заключили, что М больше 1 тоже доказуемо. А мы хотели доказать, что М... Нет, подожди, подожди, я не закончил. Итак, мы остановились в том, что если нет Мсис, то доказуемо М больше 1. Нет, это примерно так. Из нет Мсис следует... Вот я написал, что М больше 1. А там вы не знаете, что доказуемо М больше 1. То есть, мы из неконсис вывели М больше 1. Нет, не М больше 1. Вы выберли, что доказуемо, что М больше 1. Нет, здесь вот так написано. А, ну и из просто... У нас, да, из местных... Ну хорошо, представьте, что М больше 1 нет. Да, в ДК нет, ну хорошо. Представляете, я нам нужно отметить, что вы добавили еще лишнюю аксиому. Тогда это будет верно. И это будет верно, и будет М доказуемо, что М больше 1. Но М не будет больше 1. Потому что от того, что мы добавили к Аксиому, М не изменилось. Оно как было, имеет... Так, почему мы не можем записать, что примерно 1? И это не консис, а вот ничего, это не будет 6 месяцев. Штопор не консис, а как вы это будете доказывать? Пожалуйста, слушайте. Как вы будете доказывать? Что вы будете доказывать? Есть неконсис, чтобы больше 1. Нет, минуту, что нет. У нас есть неконсис, что пор, а тем больше 1. Это у нас здесь все. Пробед, мы никуда не пробудем все. Пробед, наказуемо, да. Нет, что-то дурят простой народ. Размят, вырос, это сама штука. Нет, я написал достаточно, но мы даже чисто формально. Нет, чисто формально ничего не видно, это надо прямо сказать. Ну а что тут написано? Нет, ну как, ну что, не слов, по-моему, не слов. Ну, нет, правильно, но вот на медитировавших товарищей эта формула производит правильные действия. Но сказать, что это строго доказано, я бы не сказал. Ну, чего они имеют? А зачем вы его хотите, что вы хотите доказать? Что это такое? А мы хотим доказать, мы хотим доказать вот это. Нет, каким образом мы хотим доказать вот это? Мы доказали, что контрольные не могут в субботу. Вот сейчас она доказала, что они не могут в пятницу. Так, по-хорошему, поэтому в общем плане. Значит, ну давайте. Значит, для ума на самом деле формально так. Для каждого этого человека доказуемо, что консист влечет, что ума больше ума. Ну, нет, у нас последовательность лем, вот сейчас она вот так. Пока мы только на втором шаге этой последовательности. Ну, может быть, это какие-то такое? Нет, нет, нам понадобится еще одно условие в следующих шагах. Лем на 3 будет не в точности повторять лем на 2. Лем на 2, значит, консист следует, что лем больше единицы. Доказательство. Предположим, давайте заказываем, что если лем равно единица, то не консист. Представим, что лем равно единице. Почему тогда арифметика противоречива? Потому что мы написали единственное число, которое... Если лем равно единице, то тогда все слова, кроме одного, имеют сложности меньше n. Следовательно, значит, есть 2 в степени n-1, ну, длину длины n, сложности меньше n. Тогда это можно доказать. Значит, про эти все слова, то факт, мы уже от вас сталкивались с этим, что так, что факту сложность меньше чего-то, если он верен, то его можно доказать. Потому что доказательство будет просто предъявление, предъявление программы, вычисление этой программы. Значит, есть 2 в степени n-1 слов, x, для которых доказательство, что сложность x меньше n. то есть, про все слова, кроме одного, мы можем доказать, что их сложность меньше n. Но с другой стороны, мы можем доказать, что есть слово, которое... а сложность которого должна быть больше либо равная. Следовательно, если все остальные слова уже мы исключаем, то отсюда можно доказать, вот этого оставшегося слова, то его сложность больше... Поскольку факт существования такого слова произвестен, и известно, что все слова кроме одного не подходят, то, соответственно, для этого оставшегося одного слова мы можем установить, что сложность больше и равна. Но, если мы это можем установить, то мы знаем, что один мезикор противоречиво вот такой вот шаг. Нет, ну как? Вот сначала мы сказали, что... Хорошо, я скажу так. Представим себе, что контрольная в субботу была. Это значит, что в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу ее не было. Следовательно, в пятницу вечера мы сможем доказать, что в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу ее не было. Это нам уже будет ярко понятно. Следовательно, в пять вечера мы сможем установить, что в субботу она будет. Поскольку заранее, кощая все, мы известно, что она будет. Сейчас, то есть тут, в соответствии, дня недели перебор слов, что снимаешь на субботу? Количество. Количество. Перебор количества. Вот я вот. Вот сейчас это про субботу. Следующий будет про пять, потом про четверг. Потом вся неделя кончится, а там, м найдет до 2 в степени, и все. То есть, это недели... То есть, ну что, понятно доказать, что лев мы 2? Непонятно. Миш, ну спроси чего-нибудь, раз ты так задумчиво смотришь. Да. А я подумал, на замечание лево, что n большое можно положить равную нулю. И почему бы нам тогда уже не достанавливаться за лево 2? Нет, нет. n большое можно положить равную нулю? Нет, я такое не говорил, так сказать. Я думаю, это другое. Нет, можно выбрать такой язык программирования. Но само существование этого языка программирования требует применения, там, теоремы неподвижной точки и доказательства теоремы идет ли внутри. Нет, если мы знаем, что у нас есть программа, в которой мы ничего не можем доказать, то, соответственно, у нас, ну, это уже, ну... Вот я и пытаюсь понять, я за вас вверх... Нет, и из предыдущих, когда я спросил про константы, вроде бы меня убедили, что константы не важны, но просто потому, что так условно предприятие полного русского с точки зрения константы. Да. Тогда казалось бы, действительно, мы ее можем положить равную нулю, поскольку это большой. n большой. А n большой – это разве не ужаса. Вот это большой. Нет, но там все-таки нам нужна арифметика. n большой. Нет, нет, мы не можем... Нет, нет, там нельзя все-таки взять так константу, совершенно по-балжению равную нулю. Можно, можно, что там, что он фиксирует, но другое дело, что это действительно не совсем реальный факт, для того, чтобы показать, что там... Нет, уже другой язык программированный. Да, другой язык программированный. Да, да. Выбор из какого-то... Нет, выбор другого из какого-то... Нет, наше существо надо доказать, то, что он введен на правочек, то какая разница, сколько язык программированный при этом использует? Нет, мы не сможем, если мы построим язык программирования, то... Нет, ну где можно... Нет, там же две вещи у вас есть из из-за программирования. Есть еще формальная арифметика. Нет, там как-то... Как-то нельзя так... Нет, все, и то, и другое как повлияет. Нет, можно пытаться как-то отсоединить, лучше получить, но и другое... Я, честно говоря, не... Я думаю, что это на самом деле правильно. Я думаю, что в этом есть, и это все здесь не существует. Тем не менее, давайте завершим... Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Это кто существует с этим? Нет, может быть, это интересно. Можно там, чтобы мы не доказали, что я больше... Да, да. Может быть... Может быть... Нет, хорошо, ладно. Сейчас. Давайте другое. Как вариант, мы доказали. Да. И доказали, что в конце исследует, что я больше единицы. При этом заметим, что не доказуем бы то, что больше я в единице, а просто, что я больше единицы. Предположили, что я в равно единица, и вымели, что я арифметика противоречивая. Кто считает, что у вас рассуждение понял? Поднимите, пожалуйста, ручку. Чисто формально. Это на самом деле даже больше, чем... Я бы не сказал, что я его понял. Чисто формально. В этом чисто, а так и формально. Хорошо. Значит, давайте я произведу некоторое следующее рассуждение. Но правда в нем... Я пытаюсь сначала произвести с ошибкой, а вы убедите, чтобы ошибку не допустить. Лерва 3. Что если арифметика не противоречива, то М больше 2. Без штопора или со штопором? Нет, я за штопором. Этот штопор был как он. Но нет, я просто не искать. На самом деле, следом будет неправильным. Но тем не менее... Как инвисты пишут... Когда примеры как сказать нельзя, они всегда пишут со звездочками. Список слов, которые нельзя только принадлежать в публичном обществе и печатать в книгах. Вот вам пишут со звездочками. Чтобы было ясно, что это не надо дорожать. Но доказательства. Мы уже доказали, что М больше 1. Значит, осталось только привести по телоречию то, что М не может равняться 2. То есть мы как-то предполагаем, что М равно 2. И выясни, что у нас арифметика превышает. А представляете, что М равно 2. Ну тогда вы уже догадываете, что я хочу сказать. Что тогда есть 2. Все остальные слова. Есть слова кроме двух. Есть слова кроме двух. И вот здесь есть, кроме каких-то двух слов. И теперь я утверждаю, что у одного их слов, у остальных слов не больше или равна. Подождем до того момента, когда все слова кроме двух обнаружатся. Тогда 2 останутся. Я утверждаю, что у любого из них слов не больше или равна. Но следующий шаг состоит в том, что мы умеем это доказывать. Это доказуемо. Чего доказуемо? Потому что у всех слов кроме этих двух сложности меньше Э. Ну доказуемо и меньше КВ равно. Нет, не важно. Если М равно 2, то в некоторый момент появятся все остальные слова. И после этого мы можем доказать, что эти все слова имеют сложность меньше Н. Если уже не положить, что я на разуме, откуда не узнаем? Представляете, докажемо какое имя из слов? Мы же не можем доказать? Оба. А тут сейчас. А как значит доказать? Сейчас. Ну подожди, давай я скажу, пока доказать что-то суждим. Представляете себе, что, точнее, еще. Пусть я на разуме, подождем, пока все слова обнаружатся. Тогда доказуемо, что они больше, что они имеют тонность меньше М. С другой стороны, мы уже знаем, мы уже знаем, что М больше М. Противоречиво. Но мы хотим... Должен, кто к М работе, я и Медик, это не противоречиво, мы хотим претить противоречие. Но это было в нас и не списположено. Нет, что... Я не противоречиво. Я не противоречиво. Это же напомна. А это... Нет, это не... Сейчас. Давайте я скажу еще раз. Вы правильнее, наверное, отберете Афьюку. Давайте я скажу, что ты до конца в чем рассуждение. Сейчас у нас... Вот подождем до момента, пока останутся два слова. Представим себе, что... Давайте докажем, что сложность этих слов больше М. Больше равно М. Я дам раз противоречиво. Если бы сложность была меньше или равна М, то это было одного и одного и одного. То тогда мы бы могли это так сказать все доказать. И про второе слово мы бы узнали, что осталось только одно. И, соответственно, мы бы узнали, что М равно единице. А М равно единице уже быть не может. Получаем противоречие? Вот так. Потому что мы сказали, что не может быть равно единице. Мы используем. Сейчас. Ну, вот... Я чувствую, что я сейчас запомню. Сейчас. Можно еще раз повторить, о чем рассуждение там? А... Нечетко. Нечетко. Ну, правильно. Потому что я одновременно хочу еще скрыть то место, которое неправильное. Понимаете? Ну, хорошо. Давайте я скажу, в чем стоит ошибка. Ошибка состоит в том, что, правильно ли М без звездочки, состоит в том, что если консист, и кроме того оно доказуемое, то М будет ошибаться. Но это гораздо лучше. Да, это гораздо лучше. Нет, я пытался вам сказать что-то такое вот... Попытаться вас запутать, но... Давайте я скажу все честно. Ну, ребят, вообще-то... Вы знаете, что консист и контуем, это, так сказать, такая вещь... Нет, я дальше вам могу сказать, в чем состоит лемба 4. Лемба 4 будет стоить в том, что это больше равно 3. А послантастин остается так же. Мне откровенная послантастин не нравится, потому что на самом деле это П от консиса в скобочках... Это формула, которая равносильно отрицальна КАМСИСа, по той же штабе Теренчёвы. Нет, что мы хотим доказать? Мы хотим доказать через некоторое время, что КАМСИС и ПРАКОМСИС везёт противоречию. А мы и так с вами не хотим. Нет, в этом состоит наша цель. Но это противоречие мы разложили так, что мы сначала доказывали, что не можем сходить в воздух, потом что не можем сходить в воздух, и так далее. Поэтому ничего плохого в том, что мы в принципе используем здесь как на посылку, нет, потому что иначе мы и не пришли к противоречию. Часть. Так, хорошо. Давайте я докажу всё-таки левому периоду. Представим себе, что алигметика не противоречива. Представим себе, что это не противоречива из-за конкурса. И представим себе тому, что М равно 2. А, алигметика, наверное, не равно 2, а меньшее права метода. Да, меньшее права. Ну, мы уже знаем, что если оно не противоречива, то им больше единицы. Поэтому, если оно меньше, то оно равно. А, тогда подождём пока... Пусть вот всё вот это. Ждём пока все слова, кроме двух слов х и и, будут иметь сложность меньшее права. Дождёмся такого момента. Слышно, дождёмся. Как? Мы сейчас рассуждаем, как... Будем выполнять, перебирать все программы, смотреть, какие слов у этих слов есть программы длины и меньшее. И, по предположению, для всех слов, кроме двух, такие программы обнаружатся. Ну, то есть, нельзя ли это просто сказать так, выписать просто цепочку утверждений, что, значит, там, какая звезда, там, неизвестно, какая... Нет, нет, сейчас, дождёмся момента, когда все остальные имеют сложность меньшее. Почему-то мы уверены, что сложность обоих не меньшее. Да, я утверждаю, что сложность обоих не меньшее. Предположим, что сложность ещё дополнительна. Нет. То, что сложность обоих не меньшее, это следует из нашего предположения, просто потому, что мы продолжим, что m равно 2. То есть, то, что сложность... Сложность x меньше n, и сложность y больше равна n, и сложность y больше равна n. Это истинно. Сейчас надо будет... А теперь нам на эту методу надо договорить. А в этом нет никакого противоречия. Сейчас мы пока не использовали, что... Катыш переказывают мы. Ничего не использовали. А мы пока ничего не получили. Мы получили, что сложность, и кольщиков равна n. Но теперь нам... Нам нужно ещё объяснить, почему мы это докажем. А я утверждаю, что... Вот нам бы хотелось получить, что доказуемо, что сложность x имеет больше либо равна n. Вот это самое. Отсюда мы уже получим, сразу получим, что... ... ... ... Продолжение следует...